Привет подписчикам и гостям канала Тревелин РФ, с вами Альберт. И как и обещал, в этом видео покажу вам необычную достопримечательность Адыгея, Хаджокскую теснину. Напомню, что в предыдущем ролике были водопады Руфагба. Кто не видел, ссылка будет в описании к видео и в верхнем правом углу. Начну с того, что теснину я посетил в конце декабря. Снега в Адыгея было мало, да и людей на достопримечательностях также было немного. В теснину, как и на водопады, есть платный и бесплатный вход. Стоимость такая же, 500 и 200 рублей. Что, конечно, я считаю дороговато, учитывая, что длина теснины всего 500 метров, а маршрут на водопадах длиннее в 3 раза. Но всегда при желании можно найти дикую тропу. Я решил не заморачиваться и пошел по платному участку. Также стоит упомянуть, что Хаджокская теснина, или ее еще называют Каменомоцкий каньон, это участок ущелья реки Белый. Расположена она на окраине поселка Каменомоцкий, где я и остановился для проживания. Поэтому доехать до нее у меня заняло всего 5 минут. А от Майкопа дорогу сюда займет около 40-50 минут. Итак, на входе я увидел небольшую площадь с наряженной елкой. В сезон, думаю, здесь собирается много людей. Заходим на территорию. Спустившись по лестнице, вы попадаете на небольшую площадку. От нее можно изучать теснину условно в трех направлениях. Первое – это знакомство с животными и местом перехода теснины в реку Белое. Второе – это площадка с прогулочной и игровой зонами и сувенирными лавками. Третье – это знакомство с узкой частью теснины и возможностью спуститься к берегу реки и оказаться на самом дне теснины. Начну с животных. На территории парка содержат несколько видов диких животных, которые распространены в самом регионе. Практически рядом с ходом в тесном валере живет лиса Сима. Еноты – кролики. В день моего посещения енота не было. Затем, пройдя по краю теснины и насладившись ее видами сверху, а виды здесь просто потрясающие. Камера, конечно, не сможет передать всей красоты, к сожалению. Я прохожу под мостом и направляюсь дальше. Кстати, стоит сказать, что маршрут оборудован удобными и безопасными металлическими дорожками, лестницами и перилами. Так что пройти по нему сможет и семья с маленьким ребенком и маломобильные люди. Пройдя по живописному лесу, я вышел к вольеру с волками. Здесь находятся две особи, неизвестного мне пола. Оба волка очень дружелюбны и махают своими хвостами, как домашние собаки. Пройдя еще немного, я увидел два вольера с медведями. Одного зовут Тимофей, второго Афанасий. Во избежание конфликтов они размещены отдельно друг от друга. Оба ждали, что я дам им что-нибудь вкусное. Видимо, игнорируя запрет, гости теснины их подкармливают. Вообще, честно сказать, вид этих животных вызывает грусть и жалость. Все-таки дикие животные должны жить на свободе. И в этих вольерах им очень тесно, особенно лисички сини. Пройдя чуть дальше вольеров, вы выйдете к обзорной площадке. И виды, которые вам откроются на реку Белую, которая вырвавшись из теснины, замедляет свой бег и расширяется до 50-60 метров, просто потрясающе. Скажу честно, такую природу я еще не видел. Площадка расположена на высокой скальной башне, которая когда-то была древним каменным островом посреди реки Белой. Здесь мне и стало понятно, откуда у поселка Каменномоски появилось такое необычное название. Оказывается, с древних времен берега реки Белой соединял каменный мост с созданной самой природой. Вторая тропинка прямо отхода приведет вас на просторную полянку. Зимой здесь, конечно, все замерло, людей совсем не было в тот декабрьский день, а работала лишь одна сувенирная лавка. Ну и не менее интересный маршрут расположен с правой стороны от входа. Здесь находятся несколько проходов, подъемов и спусков. Глубина каньона очень впечатляет. Скалы поднимаются над водой до 50 метров, а расстояние между берегами не превышает и 7 метров. Местами каньон сужается до 2 метров, и тогда река с удвоенной силой мячется между отвесными скальными берегами. Для справки. Теснина образовалась от того, что трещиноватый известняк, соприкасаясь с водой, подвергался медленному растворению и вышелачиванию. Благодаря врезанию реки Блупи вширь, поднятию гор в течение десятков тысячелетий, долина приобрела современное очертание. С 1979 года каньон является памятником природы республиканского значения. Ну что ж, удобная лестница привела меня прямо к воде, куда почти не проникают солнечные лучи. Здесь скалы грозно нависают над водой, и обешенный несущийся поток воды, усиленный эхом, оглушает. Но не стоит думать, что Хаджокская теснина – холодное, мрачное и безжизненное место. Напротив, тут повсюду кипит жизнь, с особым микроклиматом замкнутого пространства. Скалы, покрытые буйной растительностью, оплетены плющом, хом или шайником. Но все буйство красок можно видеть, конечно, только летом. Вот такое замечательное место мне удалось посетить. Рекомендую его и вам. Уважаемый зритель, спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь. Поставьте лайк и включите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео об Адыгее и о Черноморском побережье. Также можете глянуть видео о Майкопе и водопадах Руфагба. Всем удачи и пока!